Добрый день дорогие друзья, вы на канале Горьк Ломбард, с вами Игорь Реблонский. Сегодня очередная передача посвященная инвестициям в антиквариат и посвящена она предметам из меди, латуни и бронзы. Ну прежде всего давайте определимся. Значит, основа всего это медь, это медные рудники, это медная руда, выплавляется медь. Если в нее добавляется немного олова, плюс другие некоторые компоненты, но в основном олова, то у нас получается бронза. Даже есть такое понятие оловяная бронза. Это та бронза, в которую добавляют в основном количество олова. Это очень прочный такой, будем говорить, относительно прочный металл, намного прочнее, чем мессинг, латунь. Кстати, латунь по-немецки это мессинг. Вот, изготавливаются из нее колокола, изготавливаются заборы, другие какие-либо орудия труда, производства. То есть, относительно такой прочный металл. То есть, если в медь добавляется олова, грубо говоря, получается у нас бронза. Вот, если в медь мы добавляем цинк, то получается у нас латунь. Это такой более гибкий, такой более для работы, приспособлен для литья, для изготовления более таких тонких частей, приспособленный материал. Он более царапается легче, ломается легче, бронза намного прочнее. По цвету, в принципе, от бронзы отличить очень тяжело. Вот, ну а медь, медь, в принципе, она вот такая красноватая, как видно вот на этом старинном кувшинчике. Вот, это у нас медь красная. А вот эти вот напаечки, вот эти вот прекрасный орнамент, он выполнен либо из бронзы, либо из латуни. Ну, как известно, давным-давно на смену каменным орудиям труда, орудиям охоты и производства пришла у нас медь, латунь, бронза. Люди поняли, что это более прочный, более подходящий для этого материал. И начался знаменитый бронзовый металлический век. Вот, и до сих пор, значит, многие предметы изготавливаются из этих трех компонентов, из этих трех меди, из бронзы и из латуни. Вот, о чем мы сегодня с вами поговорим? Мы поговорим с вами сегодня о трех основных составных. Я разделил эти все предметы, о которых мы сегодня будем с вами говорить, на три основные составные. Первое, это приборы. Это могут быть, как здесь представленные весы, вот эти старинные. Вот, это могут быть предметы быта, какие-либо кастрюли, какие-либо горшки, еще что-то. И это могут быть какие-то декоративные, какая-то декоративная, прикладная утварь. Вот об этих трех составляющих мы с вами поговорим. Вот, ну, скажу так, что в плане инвестиций наиболее привлекательными, наиболее непривлекательными, я скажу так, наиболее непривлекательным направлением является посуда. Конечно, есть отклонения, вы можете меня перебить, добавить, что иная, допустим, там, кастрюля будет стоить дороже, чем какой-либо прибор, либо какой-то там декоративно-прикладной предмет. Это да, но мы говорим сейчас в общем. В общем-то, посуда, как таковая, она недорогая, но если только она, там, не бронзового века и не, там, принадлежала какому-либо знатному роду. Мы говорим сейчас, альгемайн, мы говорим сейчас в общем-то, да. Ну, допустим, это вот такие вот предметы, давайте сразу об этом поговорим, вот этот вот медный горшок, я не знаю, вот здесь накладка уже видно по цвету отличается, это латунная, вот подобного рода. Это может быть вот такой вот каминный портал, видите, это защитный, очень старинная работа, эта защита ставится перед камином, чтобы искренне вылетали там на ковер куда-то. Вот, к нему прилагается вот этот вот замечательная урна с этими вот предметами каминными. Вот, и это может быть вот этот вот предмет, который хочу вам выставить на рассмотрение. Посмотрите, что бы это могло быть, вот вам такая загадка. Вот такой вот предмет, нижняя часть его из меди, очень толстая, верхняя это латунь. Посмотрите, открывается. Меня сначала терзали смутные сомнения, вот, на предмет того, что бы это могло быть, да. Вот такая вот рукоять, подносится, вот, что бы это могло означать, да. Вот, даже у нашей любимой Юдит Миллер, к которой я всегда обращаюсь. Отложил я, по-моему, 500, к которой я всегда обращаюсь. На этот счет вот есть, вот вы видите, да, вот как раз этот предмет здесь изображен, расписан. Вот, что бы это могло быть. Значит, это предмет начала 18 века. Начало 18 века. Я его купил в том числе, когда одна вилла распродавалась. И вместе с мебелью совсем он мне, как бы, чуть ли не в придачу достался. Вот. Вы знаете, что раньше спальни не отапливались. И вообще эти помещения, все виллы, замки, все были очень холодные. Так вот, сюда ложились угли, клались угли, раскаленные, это закрывалось. И под кровать это все ставилось. И они всю ночь, она очень, вы знаете, что медь, латунь, бронза является хорошим теплопроводником. Проводит хорошо тепло. И вот она всю ночь, будем говорить, хозяина снизу подогревала. Обязательно рукоять должна быть из фруктового дерева. Не знаю, почему. Это может быть черешня, это может быть яблоня, груша. Обязательно фруктовое дерево. Низ обязательно медь, верх, бронза или латунь. Вот. Чем больше орнамента на крышке, тем больше она ценится. Вот. Это английская вещь. Это пришло из Англии. В основном они все английские вещи. У Едит Миллер это расписано. А изначально, извините меня, думал, чуть ли не может быть это горшок. Вот. Вот. Вот так старикам подставлять в Альтерхайме там или где-то. Что-то. Всякие были мысли, но удалось установить. Вот. И если это вот такие вот старинные подстаканники. Который выполнен из латуни, посеребрён. Выбито здесь у него клеймо мастера. Кстати, что касается клеймения. По латуни, по бронзе. Мне не удалось найти каталога. Вот. Почему? Потому что, наверное, всё-таки здесь проба, как таковая, отсутствует. Вот. И клеймили просто мастера, клеймили просто мастера своим, значит, клеймом. Но если это вот такая вот старая вещь, как я вам показал. Если это вот такая вот посеребрённая тарелка. Вот. Если это вот такое вот блюдо. Точнее, даже не блюдо, а такая декоративная. Я не знаю. Тарелка, поднос. Вот. Где некоторые элементы выполнены в серебре. Римские богини здесь у нас. Посмотрите, какая работа. То, конечно, такого уровня посуда она очень даже ценится. Но это, как говорится, исключение из правил. Вот. А вообще. Вот, допустим. Вот это вот ступа, да. Почему-то немцы очень любят. Ступы вообще продаются. И маленькие, и большие. Особенно, если они такие массивные, тяжёлые. Здесь порядка двух килограмм. Вот. Вообще, сразу, если вам попала какая-либо подобного рода вещь в руки. Её необходимо прежде всего перевернуть. Прежде всего смотреть на тыльную часть. Как здесь вот мы видим, здесь явные следы станка. Вот. Если кто-то имел с токарством какое-то отношение. Дело видно, что обработана эта современная работа. Сразу это видно. Сразу переворачиваете, значит, предмет. И смотрите. Если это литьё, если какие-то ошибки в литье. Либо это обработано на современном станке, как это в данном случае. То это современная, значит, работа. Если это, допустим, ну где она, допустим, вот эта вот пепельница, да. Мы её переворачиваем. Сразу здесь видно три такие вот, как точки, да. Это когда заливали. Это когда заливали, ну вот, выливали её. Здесь ошибки, вот, неровно так обработана она не совсем. То, видно, это старая вещь. То есть, современные технологии, современные материалы, современные инструменты, как бы, дают возможность обрабатывать металл идеально. Как бы, это сразу видно, это сразу бросается в глаза. Вот. Значит, это поговорили мы с вами о посуде. Что касается приборов. Они очень ценные. Допустим, вот это вот весы. Вот старинные весы немецкие. Это фирма, вот здесь, клеймо Гамбург, Пихимауль, Эксактус. Вот. Это мерные весы до 2 килограммов. От 500 до 2 килограммов. Они здесь, мы видим, они потрашены чёрным. Это с чёрным лаком красится. Вот. Та же медь, та же латунь. Вот. Если это измерительные приборы, какие-либо микроскопы, подзорные трубы, выполненные в меди, всё, то это тоже очень хорошо ценится, очень хорошо покупается. Единственное условие, они должны функционировать. То есть, просто как декоративные функцию, если они несут только это, то цена их значительно меньше. Допустим, вот этот вот утюг. Патент Фельдмайер. Вот. Этот вот утюжок, походный утюжок, к нему подставка, который работает на спирту. К нему... Оп. Вот прилагается вот эта спиртовая установка. Сюда заливается спирт. Поджигается. И вперёд. Вперёд. Кстати, такой утюг, правда, без вот этой вот подставки, сейчас на eBay продаётся за 20 евро. Не помню, кто выставил его, но продаётся он. В этом случае, если он с подставкой, конечно, он дороже. Ну, пока ещё можно эти предметы покупать. Можно покупать их лотом. Многие продают целыми ящиками всё. И среди них находить уникаты. Как, допустим, вот эта вот старинная чернильница. Ценится она тогда, когда здесь вставочки вот эти фарфоровые обязательно есть. Да? Она ценится больше. Опять же, её переворачиваем. И здесь у нас 1884 год. Патина. Вообще, чистить не рекомендуется. Вот как она есть. Начищать до блеска. Мессинг. Ну, это преступление. Это если только по желанию покупателя, когда он купил. Вот эта вот вещь тоже письменная. Здесь накладочка из оникса. Сюда материал. И когда пропитывалась, когда писали пером. Тоже старинная вещь. Сразу видно. Вот. Морская тематика. Вы видите, здесь представлена такая подставка. Под колокол. Кстати, знаете, да? Колокола есть морские, есть простые. Дай бог сюда прицепить простой колокол. Он просто отсутствует. Вот. Он никогда это не купят и выставят на смех. Особенно здесь в Гамбурге. Здесь очень много моряков. То есть, если сюда докупать колокол, он должен быть обязательно морской. Вот эта вот тематика. Вот. Но это уже современные. Сразу видно, какое литье. Какая обработка, полировка. Сразу шурупы современные. Все это говорит о том, что это современно. Хорошая. Но это... Упс. Упал. Раскрутил. Но это современная работа. Вот. Как я говорил по подсвечникам. Допустим, переворачиваем. Сразу видно здесь литье. Современные шурупы. Маден Италия. Все. Хотя хорошо сделано. Но это современные. В отличие от этого подсвечника, когда его переворачиваем. Вот старые шурупы. Вот. Как он обработан. Как сделала такая топорная работа. Вот. Но это старинная вещь. Вот. Это вот английская машина. Тоже это очень старинная работа. Вот. Здесь сиденья, видим, вытаскиваются. И передняя, и задняя. И как она обработана. Какие шурупы здесь вкручены. Вот. Опять же оборачиваем. Какое литье. Все. То есть даже невооруженным взглядом не надо быть большим специалистом. Все. Вы сразу определите, что это старинная работа. Охотничья тематика. Шкатулка. Из Мессинга. Накладная. Медная вставочка. Вот. Собака держит утку. Деревом оббитым внутри. Это либо под сигары, либо под что-то другое. Но в любом случае охотничья тематика. Вот это вот пушка. К сожалению, она просто декоративная. Такие есть и пушки. Многие их собирают. Такие пушки есть, из которых можно стрелять. И на Рождество, на войнах производят выстрелы. Вот. Конечно же нельзя здесь и обойти церковную утварь. Которая тоже охотно выполнялась из Мессинга, из латуни, из бронзы. Вот. И здесь тоже надо смотреть. Это относительно современный крест для 40-х, 50-х годов. Значит, если подвести итог и ответить все-таки на вопрос, являются ли подобного рода предметы инвестиционно-привлекательными, то я скажу так «да», но опять же при соблюдении некоторых правил. Первое из них – это предметы должны быть старые. Это не современные новодельные Азии, Италия, Китай. Предметы должны быть старые. Обязательно на них должна быть патина, как я говорил, не начищать их. Ни в коем случае это убивает индивидуальность. Индивидуальность – это ни в коем случае нельзя делать. Как я уже сказал, посуда ценится в последнюю очередь, хотя есть исключения из правил. В основном, конечно, это предметы декоративные характера. Если это милитария, если это охота, если это, может быть, машинки какие-то, те же пусть подсвечники, все. Но обязательно старые, обязательно в патине. Обязательно они должны быть цельные, не должны быть паянные, допустим. Она тоже, в принципе, варится, она, в принципе, тоже паяется, латунь и медь. Но желательно, чтобы эти предметы, конечно, были цельные. Приборы, если это касается приборов, как я и говорил, каких-либо измерительных приборов, они должны быть функциональны, то есть они должны быть рабочие. Приборы ценятся все 18 века. Как правило, они все с накладками, потому что изготавливали они не многочислено и не серийно. Изготавливали только некоторые мануфактуры. И эти мануфактуры, как правило, хотели выделяться, делать себе рекламу. Как правило, они все штампованы. На них либо накладки, либо выбита мануфактура. Но все, они должны быть обязательно функциональны. Они должны быть обязательно в рабочем состоянии. Вот предметы вот такого вот домашнего, будем говорить, интерьера. Кто любитель, конечно, если это тоже старинная вещь, она более привлекательна, чем современный новодел. Вот в таком плане давайте на этой ноте мы закончим с вами. Если будут у кого-либо какие-либо замечания, пожалуйста, предложения, либо вопросы, пишите в личку. Я охотно отвечу. И до свидания, до новых встреч.